Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Конечно, о терапевтических подходах можно говорить несколько дней, наверное. Поэтому мы сейчас затронем только некоторые аспекты терапевтической практики при коронавирусной инфекции. И, конечно, при терапевтических подходах нужно отталкиваться от клинических форм инфекции, потому что именно они будут определять в дальнейшем выбор терапевтической тактики. Острая респираторная инфекция COVID-19 будет требовать минимальных терапевтических вмешательств. Пневмония без дыхательной недостаточности будет требовать уже гораздо больших терапевтических подходов. Ну и, соответственно, если речь идет о развитии пневмонии с острой дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсического шока, ДВС-синдрома, то здесь уже будет требоваться реанимационная поддержка у этих пациентов. Эти формы коронавирусной инфекции представлены в методических рекомендациях по коронавирусной инфекции, разработанные в нашей стране. Ну, и вы их все прекрасно знаете, но есть еще и другие, более редкие формы коронавирусной инфекции, которые мы наблюдали в своей клинической практике. Например, менингоэнцефалит, гастроинтестинальная форма и гепатит. Ну, в частности, я хочу представить клинический пример менингоэнцефалита, который наблюдался у ребенка 10 лет мужского пола, который заболел с появления лихорадочной реакции и поражения центральной нервной системы в виде головной боли, утомляемости, слабости. Температурная реакция продолжалась достаточно длительное время, носила выраженный характер, температура поднималась до 40 градусов Цельсия. Ребенок был госпитализирован в клинику Башляева. И в дальнейшем состояние пациента было крайне тяжелым, обусловлено не только, собственно говоря, симптомами интоксикации, которые могут наглядаться при коронавирусной инфекции и дыхательной недостаточности, но и наличием общей мозговой симптоматики. И проведение у этого пациента анализа методом ПЦР-диагностики ликвора показало наличие РНК SARS-CoV-2. Таким образом, мы при проведении лимбальной пункции подтвердили коронавирусный менингенцефалит у этого пациента. Соответственно, проведенная комплексная терапия привела полностью к выздоровлению этого пациента. И в дальнейшем этот пациент у нас будет находиться под наблюдением для выявления последствий менингенцефалита коронавирусной патиологии. Помимо этого, у нас под наблюдением было изолированное поражение печени. В данном случае это был мужчина 56 лет, который заболел остро с повышением температуры до субфибрильных значений, появление слабости, ломоты. Методом ПЦР в мазке и зелу и носу было обнаружено РНК коронавируса. У этого пациента не отмечалось каких-либо изменений со стороны легких. Легких не было ни кашля, ни ринита. Из симптомов поражения верхних дыхательных путей незначительное першение в горле. Маркеры вирусных гепатитов, исследованные у этого пациента, также были отрицательны. Гептотоксичные препараты в терапии не использовались. Тем не менее, в остром периоде заболевания отмечалось значительное повышение уровня трансминанса у этого пациента, повышение додимера, снижение уровня лейкоцитов, которые на фоне терапии направлены, в первую очередь, на нормализацию функции гепатоцита. У этого пациента все основные показатели нормализовались. Он также находится под наблюдением для выяснения последствий коронавирусного гепатита. А теперь я хотела немножечко затронуть вопрос бессимптомных форм. Нужна ли им какая-то терапевтическая помощь или нет? Мы привыкли, что бессимптомная форма не требует никаких терапевтических вмешательств. На самом деле, такая уж ли это бессимптомная форма? В частности, здесь приведены данные пациента в возрасте 10 лет, у которых при плановом обследовании, возвращении из пионерского лагеря, было проведено обследование методом ПЦР-диагностики, обнаружен РНК SARS-CoV-2. При детальном сборе анамнеза установлено, что присутствовало небольшое легкое першение в горле, носящее краткосрочный характер, не вызвавшее каких-либо дополнительных изменений и дополнительных жалоб у этого пациента. Но если мы посмотрим на результаты анализов, то мы видим, что, тем не менее, организм на коронавирусную инфекцию отреагировал. И, несмотря на то, что никакие дополнительные симптомы заболевания не проявлялись, то пациенту, тем не менее, можно считать, что эта форма носила не как таковой бессимптомный характер, а все-таки речь идет о малосимптомных формах инфекции. Поэтому терапевтических вмешательств, серьезных для таких малосимптомных форм, конечно, не требуется. Однако нужно понимать, что, тем не менее, организм человека все равно реагирует на коронавирус. Все аспекты терапевтических подходов при коронавирусной инфекции подробно изложены в клинических рекомендациях, разработанных в нашей стране, и представляют из себя три основных направления. Это этиотропная терапия, патогенетическая терапия и симптоматическая терапия. Этиотропная терапия, в первую очередь, учитывая, что речь идет о вирусной инфекции, должна предусматривать противовирусные препараты. Антибактериальные препараты должны назначаться строго по назначению врача при наличии сочетанной вирусно-бактериальной инфекции. Антисептики для местного применения могут быть использованы при локальных малосимптомных формах инфекции. В настоящее время общепринятым является использование нескольких препаратов этиотропной терапии, обладающих противовирусным действием. Это, в первую очередь, фавиапировир и ремдосивир. Также есть данные о использовании умифеновира, гидроксихлорохина и интерферона альфа. О последнем мы говорили на предыдущей лекции. Гидроксихлорохин в настоящее время используется менее широко. Он довольно широко использовался в начале пандемии. Это в мае и в июне месяце. Но в настоящее время предпочтение все-таки следует отдавать противовирусным препаратам, такие как фавиапировир и ремдосивир. В нашем институте проводилось клиническое исследование. У нас была возможность наблюдать этих пациентов в клиническом исследовании больных коронавирусной инфекции, которые получали фавиапировир в условиях амбулаторного звена медицинской помощи. В ходе этого исследования было установлено, что в целом клиническое улучшение в основной группе получающих действующее вещество наступало быстрее, приблизительно на трое суток. Надо сказать, что и иллюминация коронавируса на третьи сутки теотропной терапии была достигнута у 65% пациентов из группы фавиапировира по сравнению с 55% группы сравнения. Разница не очень большая, но тем не менее она есть. Надо сказать, что также одним из важных маркеров эффективности применения данного препарата в амбулаторной практике является то, что в той группе, где пациенты получали фавиапировир, не было зарегистрировано случаев госпитализации амбулаторных пациентов, тогда как в группе сравнения приблизительно 10% пациентов госпитализация была показана в связи с нарастанием тяжести заболевания. При этом препарат демонстрировал, в общем-то, достаточно хороший профиль безопасности, каких-то существенных, значимых, серьезных, нежелательных явлений. В ходе этого исследования зарегистрировано не было. Надо сказать, что, конечно, перед практическими врачами встает вопрос, есть ли перспективы расширения списка противовирусных препаратов. И да, наверное, на этот вопрос можно дать положительный ответ. В частности, опыт зарубежных коллег, например, профессора Пражского института последипломного образования Ирджи Берона, говорит о том, что инозинопронобекс может быть использован для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией, поскольку он позволяет реализовать свойства данного действующего вещества как иммуномодулирующего, как раз направленного на преимущественно клеточный иммунитет. И также ожидается, что инозинопронобекс может и должен проявлять эффективность непосредственно противовирусно в отношении SARS-CoV-2, поскольку ранее в проведенных исследованиях было получено, что инозинопронобекс оказывает действенное влияние на непосредственно сезонные коронавирусы. Исследования, проведенные за рубежом, показывают, что инозинопронобекс увеличивает синтез РНК в лимфоцитах, что приводит к стимуляции внутриклеточного синтеза белка и, собственно говоря, благоприятствует созреванию и функционированию инфицированных вирусов лимфоцитов. Мы понимаем о том, что именно активация CD4 и CD8 лимфоцитов является залогом быстрой элиминации возбудителя и благоприятного исхода заболевания. Помимо этого доказан широкий спектр противовирусного действия инозинопронобекса. Пронобекс обусловлен подавлением синтеза РНК вируса. Инозинопронобекс способен усиливать действие эндогенного гамма-интерферона, что тоже важно в патогенезе этой инфекции, поскольку раннее назначение препаратов, способных стимулировать интерфероногенез, обеспечивает благоприятное течение инфекции. И данная позиция была подтверждена в исследовании, проведенном в частности в Чешской Республике, в домах престарелых, где пациенты получали препарат Гроприносин. Было несколько в разных городах Чешской Республики домов престарелых, в которых находились пациенты в возрасте от 75 до 84 лет. Часть пациентов получала Гроприносин в качестве профилактического средства. Назначался препарат по 2 табленки 1 раз в сутки в течение 10 дней. И из 74 пациентов, находящихся под наблюдением, у 86 был положительный результат на коронавирусную инфекцию. И, соответственно, у них развилась коронавирусная инфекция. В таких случаях этим пациентам назначали в качестве театропной терапии инозинопронобекс. И результаты этого исследования демонстрируют, что летальность во всех тех домах престарелых, которые участвовали в исследовании, где пациенты получали инозинопронобекс, по сравнению с летальностью в других домах престарелых, где такая практика не проводилась, была значительно ниже и составила 7,5%. По сравнению с другими домами престарелых, где такая летальность достигала 18%. Поэтому, конечно, у нас есть в том числе и возможности расширения наших и театропных лекарственных препаратов в сторону инозинопронобекса, тем более, что есть опыт его применения в зарубежных странах. Мы знаем о том, что достаточно дискутабельным является вопрос о применении в клинической практике антиковидной плазмы. Такого рода терапию, естественно, нужно проводить строго по показаниям, которые представлены в методических рекомендациях. И здесь принципиально важным является то, что назначаться она должна в как можно более короткие сроки от момента появления клинических симптомов заболевания. Оптимально это от 3 до 7 суток. В случае неэффективности этой терапии или продолжительности заболевания более 21 дня данная терапия не показана. Также она не показана, если есть аллергические реакции на белки и плазмы крови или цитрат натрия в анамнезе, пациентам с аутоиммунными заболеваниями, селективным дефицитом иммуноглобулина А. А если введение антиковидной плазмы дало положительный результат, возможно ее повторное использование у этого пациента. Надо сказать, что одним из самых сложных вопросов выбора терапии является выбор таргетной биологической терапии. Назначать ее нужно тоже строго по показаниям. Эти показания также представлены в методических рекомендациях. Здесь нужно понимать о том, что при любой инфекции, в том числе и при коронавирусной инфекции, основной исход у пациента все-таки будет определять собственная иммунная система. Если ее действие иммунной системы находится в рамках типичного реагирования, это активация интерфероногенеза, активация цитокинов на фоне острого взаимодействия с возбудителем, с последующим снижением числа медиаторов воспаления по мере санации от возбудителя. В данном случае такого рода терапию применять нецелесообразно. В тех случаях, когда действие иммунной системы неэффективно именно как в отношении возбудителя, как санирующего эффекта и развивается воспалительный ответ, направленный на аутоагрессию, именно в таких случаях и показана патогенетическая терапия с использованием биологических препаратов. И ключевыми здесь является ориентир на наличие цирреактивного белка. Здесь очень тоже важный момент. Мы привыкли, что если у нас высокий цирреактивный белок, то речь идет о бактериальной инфекции, применительно коронавирусной инфекции. Здесь нужно назначать не антибиотики при высоких показателях цирреактивного белка, а именно биологическую терапию. Поэтому это тоже нужно обязательно учитывать. И, конечно, высокие уровни интерлекина-6. Мы наблюдали, что у некоторых пациентов этот показатель превышал и 10 норм, и даже более. В таких случаях, когда речь идет о развитии так называемого цитокинного шторма, использование биологической терапии является оправданным. Во всех других случаях это не является оправданным, а может привести к нежелательным последствиям, связанным с угнетением собственной иммунной системы и нарушением течения инфекционного процесса у каждого конкретного человека. Поэтому нужно при выборе этой терапии обязательно учитывать и риски, в частности, учитывать противопоказания к назначению такого рода терапии. И ключевым здесь является, конечно, наличие других инфекционных агентов. В частности, например, если речь идет о сочетанной инфекции вирусно-бактериальной, когда у пациента, например, подтверждается сепсис, если есть какие-либо другие бактериальные инфекции, например, бактериальная этиология пневмонии, связанная с вирусом COVID-19. Также эту терапию не показано проводить в случае, если пациент получает иммуносупрессивную терапию, если у него наблюдается выраженная нейтропения и повышение активности трансаминаз. Также эта терапия не показана при беременности и при выраженной тромбоцитопении. При легких формах в качестве местной терапии можно использовать и местные препараты, обладающие антисептическим действием, которые представлены в разных лекарственных формах, это могут быть и местные антисептики, которые используют разные действующие вещества, и хлоргексидин, и бензидамин, и тимол, и производный спиртов, и средства местной антибактериальной терапии по показаниям. Надо сказать, что одним из наиболее хорошо себя зарекомендовавших препаратов является бензидамин. Он, в частности, например, представлен в лекарственной форме Уралсеп, наверное, вы ее хорошо знаете. Он показал свою эффективность при ранее проведенных исследованиях при острых бактериальных тензелитах и может быть рекомендован в случае сочетанной вирусно-бактериальной инфекции. Доказал свою эффективность именно в качестве противовоспалительного и противоотечного инфекта за счет ингибирования цикла оксигеназы. Таким образом, это компонент симптоматической терапии, позволяющий уменьшить выраженность клинических симптомов поражения верхних дыхательных путей. И обладает местным анестезирующим действием, связанным со структурным сходством молекулы гензидамина и местных анестетиков. И обуславливает таким образом анальгизирующий эффект, что немаловажно для повышения комплоентности к лечению у больных с острыми инфекциями верхних дыхательных путей. Его эффективность, в частности, подтверждалась ранее при острых респираторных инфекциях по купированию основных симптомов, например, при вирусных тонзово-фаренгитах. Но хотел еще сказать один только такой момент, что если мы наблюдаем симптомы острореспираторной инфекции у пациента, это не только коронавирусная инфекция. Не стоит забывать о том, что есть и другие респираторные вирусы, которые в настоящее время все равно проявляют себя в популяции. Так, по данным Роспотребнадзора, в пейзаже циркулирующих вирусов в настоящее время, на 26 января текущего года, определяются респираторные вирусы, в том числе негриппозной этиологии. Это вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие вирусы негриппозной этиологии. Поэтому не каждая острореспираторная инфекция – это коронавирусная инфекция. Не забываем, что другие инфекции никуда не делись. Они также присутствуют в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями. И в этой связи хотела тоже поделиться исследованием, которое было проведено в нашем институте у нас. В этом исследовании оно носило проспективный характер. Был проведен опрос более чем 11 тысяч родителей, детей и подростков больных острыми респираторными инфекциями и проанализировано. Причем вы видите, с какой широкой географией у нас было это исследование. И в ходе этого исследования была выделена группа пациентов, которые получали гроуприносин, и мы увидели достаточно серьезные эффекты от этого препарата при лечении острых респираторных инфекций. Мы видим, что была получена достоверная разница в купировании симптомов основных острых респираторных инфекций – это и лихорадка, и катеральные инфекции, и, собственно говоря, длительность всех основных клинических проявлений острых респираторных инфекций. Использование гроуприносинных комплексной терапии острых респираторных инфекций значимо снижало частоту осложнений, в первую очередь пневмоний в 4,9 раза, таких осложнений, как синуситы и атиты в 5,2 раза. Таким образом, мы видим, что вопросы теотропной терапии острых респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции еще требуют дальнейшего изучения. И я призываю вас делиться своим клиническим опытом на наших семинарах в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии. Спасибо.